Десногорский клуб весёлых и находчивых решил возродить школьную лигу. Сводка криминальной обстановки в городе. В Смоленском райцентре задержан разбойник. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Маленький смоленин получил на Новый год машину от Владимира Путина. В декабре 2016 года маленький Арсен из деревни в Холм-Жирковском районе написал поздравительное письмо в адрес президента Владимира Путина и попросил у главы государства в подарок игрушечную машинку. Новогодние желания, особенно детские, непременно должны сбываться. Так и случилось. Арсену в торжественной обстановке был вручён заветный подарок – военный автомобиль с самолётом. С февраля 2007 года в Десногорске создан и работает Союз журналистов. У истоков его стоял работник Центра информации Евгения Пришлицова. Союз объединяет практически всех действующих журналистов нашего города. В этом году Союз собрался впервые, что обсуждали коллеги в нашем следующем сюжете. Наш город небольшой, и специалистов данной профессии наперечёт. Так или иначе, они вращаются вокруг одних проблем. Это напрямую касается самого города или градообразующего предприятия – атомной станции. В этом году Союзу исполняется 10 лет. В настоящее время он объединяет 16 журналистов. 13 января, в День российской печати, коллеги собрались, чтобы подвести итоги работы в 2016 году. Председатель Юлия Смирнова познакомила собравшихся с общим списком выполненных мероприятий и предоставила коллегам слово для доклада по конкретным делам. Собрание признало работу Союза удовлетворительной и наметило планы на 2017 год. Десногорским школьникам о пожарной безопасности в быту рассказали сотрудники первой пожарно-спасательной части. Занятие прошло в школе номер 4 нашего города. Цель подобных занятий – сформировать у школьников знания по пожарной безопасности, вызвать интерес и уважение к профессии пожарного. Инспектор Анастасия Зуева рассказала школьникам, чем опасны игры с огнем, и подробно разъяснила, как правильно действовать, если дома произошел пожар. Смоленск вошел в топ-20 городов России, популярных в новогодние каникулы. Он занял 20-е место по популярности у туристов в России в новогодние праздники 2017 года. Об этом говорят данные сервиса поиска отелей romguru.ru. Сайт определил самые популярные российские и зарубежные туристические направления по итогам новогодних праздников. Рейтинг составлен по данным брони отелей для проживания с 1 по 8 января. В горячую двадцатку вошли также Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Псков и другие. Первую пятерку курортных городов составили Сочи, Ялта, Геленджик, Кисловодск и Пятигорск. Как сообщил ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза. Уже в следующем месяце в феврале на 5,4%, а в апреле на 0,4%. Социальные пособия чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детские тоже станут выше на 5,4% с 1 февраля. В этом году клубу веселых и находчивых Десногорска исполнится 20 лет. Юмористы, старожилы и организация молодых атомщиков решили возродить школьный КВН. 14 января в городском центре досуга состоялась пилотная игра. Открытый кубок команд школьной КВН-лиги. О том, как это было прямо сейчас в нашем репортаже. Зал переполнен любопытными зрителями. В умении шутить соревновались команды четырех школ города и команда Дома творчества. Все началось с приветствия. Тема «У нас все по-новому». Первыми на сцену вышли самые смелые, те, кто уже представлял наш город в прошлом году в областном КВН-е. Команда Дома творчества, светящаяся в темноте. Соревновались команды в трех конкурсах. Это приветствие, биатлон и домашнее задание. Судила ребят компетентная жюри под председательством опытного десногорского КВНщика Андрея Моисеева. Каждая команда была узнаваема. Это не был выход чуть-чуть разных людей, которые шутили об одном и том же. Это выходили разные люди, шутили по-разному, но смешно. Идея возродить школьную КВН-лигу и вернуть городу игру появилась у молодых атомщиков. Сегодняшняя игра показала, что Десногорск изголодался по такому виду мероприятий. Действительно, потому что город должен жить не только стандартными мероприятиями, которые проводят. В этот вечер было много позитива, юмора и шуток. Работа жюри была непростой. Но тем не менее, со счетом 11,1 балл вперед вырвалась команда школы номер 4 «Сила трения». Она же еще завоевала и приз зрительских симпатий. Очень рад. Мы все рады. Хотя не ожидали, думали, мы займем последнее место. Думали, что у нас шутки не очень хорошие. Все были расстроены. И просто, я думала, шансов никакого не будет. Но когда я увидел просто баллы, которые нам ставят, просто в шоке был. И на грани срыва эмоций просто врывались. Кубок за второе место получила команда «Дома творчества, светящаяся в темноте». Третье место у команды второй школы. Но и в Ковчеге они же были отмечены и кубком за самую лучшую шутку вечера. Самой музыкальной признана команда третьей школы «Бременские музыканты». Зрители, которые пришли в этот вечер на КВН, не ожидали от ребят таких шуток и азарта. Я думаю, сегодня произошло знаменательное событие. Так же, как и в большой истории, мы в Весногорске после перерыва возродили КВН. И, разумеется, это нам обещают только звездные новые проявления на сцене, только новые шутки. А самое главное, самореализацию для всех наших детей в Весногорске, начиная со школьного возраста, я уверен, следом у нас возродится. И студенческая лига, взрослые обязательно у нас будут участвовать. Очень рад, что пришел сегодня на этот праздник КВН. Огромный зал собрал КВН. Ребята все молодцы, я настолько впечатлен, не ожидал, что они такие позитивные, веселые. Шутки все были актуальные, интересные. И на самом деле я очень счастлив, что КВН возрождается у нас в Весногорске. Ведущий КВН игры Владимир Муравьев тоже отметил подготовку командной и высшей похвалой и поделился планами на будущее. У нас в программе, в плане мероприятий, наша организация молодых атомщиков, как говорится, забит кубок, посвященный 25-летию концерна «Росэнергоатом». Осенью будет, дети выйдут с каникул, мы их сразу возьмем в охапку и будем репетировать. Надеюсь, тоже порадуем, как и сегодня, искрометной игрой. Мы тоже надеемся, что эта игра станет прекрасным началом для ДКД КВН соревнований в нашем городе. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что необходимо запретить курение электронных сигарет, так называемых вейпов, которые приносят вред здоровью нации. Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование использования электронных сигарет. По заявлению ведомства, электронные сигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотин-заместительной терапии. Однако они фактически могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина, так как они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них. Минтруд Российской Федерации подготовил поправки в закон о занятости населения. Согласно документу, отслужившим в армии будут платить максимальное пособие по безработице. Повышенное пособие будут платить в том случае, если до того, как пойти служить, мужчина работал не менее 26 недель и получал зарплату, позволяющую претендовать на максимальное пособие. Сейчас пособие по безработице составляет от 850 до 4900 рублей в месяц. Исполняющим обязанности Департамента Смоленской области по образованию и науке назначен первый заместитель начальника Николай Колпачков. Напомним, что ранее его руководитель Людмила Иваниченко была уволена за систематические нарушения исполнительской дисциплины. А сейчас криминальные новости. Смоленин хотел убить кувалдой 12-летнего сына соседки по общежитию. Мать ребенка обратилась в дежурную часть Россовского ОМВД. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. Было установлено, что сосед по общежитию, находясь в состоянии опьянения, стал угрожать сыну заявительницы, демонстрируя кувалду. Соседи, которые услышали крики, выбежали на помощь и оказали содействие полиции. Подозреваемого задержали. Теперь за угрозу убийством ему угрозит лишение свободы на срок до двух лет. О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 99 сообщений о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 71 административное правонарушение. В Смоленске школьница совершила самоубийство. Тело 15-летней девочки обнаружили 13 января. По предварительным данным, школьница отравилась. Причины, толкнувшие девочку на этот шаг, будут устанавливать следователи. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Вязьме раскрыто дерзкое нападение на магазин. Один из налетчиков задержан. В отдел полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных в масках напали на магазин среди белого дня и забрали из кассы 15 тысяч рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей произошедшего, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в заведении. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность одного из подозреваемых в тяжком преступлении. Им оказался на местный житель 1995 года рождения, который был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса задержанный признал свою вину, а вот рассказать о своем сообщнике категорически не захотел. Кем? Не могу знать. Как не можешь знать? Познакомился с человеком на улице. Задержанный сообщил, что преступление решил совершить спонтанно. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова